Работает, рашает поля Большой Келесский канал. Он берет свои воды из реки Черчик в Узбекистане и несет их в южноказахстанские края. И добрые хлеба теперь здесь зреют, и сочные травы дают по несколько укосов. Все очень славно. А могло все это быть намного раньше, на 3-4 урожая. И значительно дешевле. Еще бы не оказаться в убытках. Земли для строительства канала отводили долго. Техникой стройку обеспечивали медленно и слабо. Проектом предусматривалась прокладка подземной растительной системы из полиэтиленовых труб. Практичных в эксплуатации, удобных при монтаже. Но их поставки срывались постоянно. Пришлось переходить на трубы из цемента и металла. Вот так оно все и сложилось в 5 миллионов рублей, затраченных без пользы. Теперь приходится выходы искать. Ну, например, не возить гравий за десятки километров, добывать его рядом. Можно спрямить дальнейший путь канала. ЭВМ подсказывает солидные суммы выгод. Кто-то говорит, что в Большом Сае нужно построить озеро, чтобы не везти туда канал. И вот резерв воды. А кое-кто возражает. Ведь испарение воды из будущего озера и фильтрация ее могут создать совсем неожиданные проблемы.